Дорогие друзья, может быть, кто-нибудь смотрел фильм «Мино»? Да? Хорошо. Кто смотрел фильм «Мино» помнит, чем кончается фильм «Мино». А кто помнит, чем на самом деле кончается фильм «Мино» по сценарию Виктории Токаревой? Хорошо кончается, правильно. Валико выпрыгнул из Ту-144, спустился вниз, скатился по склону горы и пошел к родному аэродрому. Сосед, задумчиво сидящий на горе, сказал «Валико, что? У тебя штаны сзади, ты же ехал на этом». «Мино» мимо оглянулся, сказал «Сосед, посмотри, какие горы, какое солнце, какое море, какое небо, а ты куда смотришь?» Посмотрите друг на друга в любую погоду. Любители авторской песни приходят, слушают. Вы на друг друга посмотрите, какие вы замечательные люди, пришедшие на концерт. Спасибо вам. Поскольку у нас сегодня первый день лета, я прочитаю старое стихотворение, которое посвящено лету. Называется «Опасная прогулка по жаркому городу». Жаркому городу. Держись, моя блудливая душа, Не уступай позывам грешной плоти, Веди домой пусть на автопилоте, Не позволяй налево сделать шаг. Пускай у них и ноги от ушей, И бедра в круг, И глазки с поволокой, На брудершафт готовы, На фуршет. Держись, душа, И будь ко мне жестокой. Вон, да, идет. Не платье два куска, От папиного галстука из шкафа. Под ними ничего, наверняка. Эх, поглядел бы ты на дочку папа. На этой брючке, В сеточку насквозь, Там дырки сом провалится, Не лещик. У шейпингистка Ножки вместе, Ножки врозь, Из-за угла еще одна похлещий. Ну что с народом делает весна, И солнышко, И теплая погода? Прости, душа, Но не твоя вина, Что я бреду домой, Урод уродом. Ну, завяжу я чем-нибудь глазам, Нюхну, Коти, И сердце застучало, Дави душа сильнее на тормоза, До дому-то осталось мне так мало. Дошел подъезд, Распахиваю дверь, И кто-то мне кидается на шею. Ура, жена! Совсем знакомый зверь, Уж с ней я справлюсь, Это я сумею. Еще одна маленькая вещь По поводу моих коллег, Которые завтра будут состязаться На конкурсе поэтов, И послезавтра будут выступать. Октябрь, поэзия тосклива, И выпить хочется еще. Две чайки посреди залива, Как две слезы в щетине щек, С похмелья лечатся поэты, В глазах печаль, душе надлом, И не листовые, А сигареты, дым ядовитый над столом. Фемины ходят, Да все мимо, А не на корт, Затем на пляж. Лишь драматург неутомимо В блокнот строчит, Впадая раж, Насилует свой сотик, Критик кричит жене, Что они права. В искусстве слишком много гитик, В поэзии одни слова, А солнце тянется к обеду, А море трет и трет песок. Поэты завершат беседу, Заглянут в бар, Потом в лесок, Потом к столу, Чтоб слог был сочен, Чтоб сваи в землю, Ритм вбивал. Поэзия болит не очень, А убивает на повал. И еще одна вещь, Значит, Перечитывая Гамлета. Кажется, очень полезно Перечитывать Гамлета, Потому что Шекспир гений, Ну, это не надо объяснять, Это все и без меня знают. Полони Лаэрту, Наставление перед отъездом В Аглицкие страны. В любом из нас гнездятся черти, И, коль не полный идиот, Готовься к радости и к смерти, И что-нибудь тебя найдет. Не трогай злую недотрогу, Не бей сусалом по усам, И не давай совету Богу, Не становись за Бога сам. В долг не бери, Отдашь едва ли, В долг не давай, Не все вернут, В долг не входи, Пока не звали, Коня люби, Не трогай кнут, Чти матерей, Они все святы, Не пей сырое молоко, Не рвись в поэты и солдаты, И тут и там убьют легко. Не верь ни в черта, Ни в мессию, Не презирай людей в нужде, Не езди пьяный и в Россию, Все это краткий путь к беде. Спасибо. Спасибо. Спасибо.